Привет, друзья! Сегодня 24 декабря 2023 года И так вот получилось внезапно, что у меня появилась возможность немножечко, так сказать, протестировать Получить первые впечатления от моноколеса Leperkin veteran Lynx Его еще многие называют Lund Честно говоря, никакого сценария у меня, естественно, нет Решения о том, что это колесо будет у меня сегодня, появилось фактически вчера вечером Да и какие, в принципе, я могу рассказать подробности и детали о колесе, на котором я не проехал достаточно много километров Вы знаете, я делаю обзоры обычно, когда проехал на моноколесе хотя бы тысячу километров Все пощупал, все понял, что за этот промежуток времени, если что-то отвалилось, что-то начало плохо работать, например, как на S22 подвеска Это все как бы всплывает наружу По первым впечатлениям, если покататься на колесе час-два, этого понять нельзя Но в любом случае, так как всем интересно все-таки, что же это за такое колесо Какие-то первые впечатления сегодня мы попробуем составить Посмотрим внешне на колесо и, может быть, немножечко прокатимся На этом, я думаю, все Давайте посмотрим на внешний вид, что из себя представляет колесо Давайте включим его О, подвесочка-то мягенькая, 66-я Так, это у нас, кстати, давайте начнем с подушек Стоковые подушки Многие спрашивают, жесткие они или нет Блин, да, они жесткие Но, но в целом, в целом, если у вас есть вот защита То, ну, не давят они, да Приблизительно по жесткости, вот, чтобы вы понимали Как у King Song S22 Приблизительно такие Но только, конечно, упираться в них полегче Потому что они, ну, как-то больший зацеп, что ли, дадут То есть у S22 не более пологий Задняя подушка Ну, как по мне, маловато Но, в принципе, для стока Для стока неплохо Фонарики эти светятся Они фосфорицирующие Ну, на мой взгляд, это бесполезно Потому что, ну, что, если ты едешь ночью, они уже давно потухнут Если ты, ну, если только в туннель въехал, да, ну, окей Они какое-то время посветят А так они достаточно быстро теряют Слышите, какой прекрасный звук Вот сейчас микрофоном поближе Вот, если мы сюда посмотрим Мы обратим внимание Вот, что ребята из Экодрифта сюда захерачили покрышку Которая, ну, явно сюда не влезает И она, вон, сожрала весь брызговичок Вот, просто он просто сгорел И колесо до сих пор, вот, оно цепляет И такой вот жуткий скрипящий звук выдает Если ее приподнять, то как бы окей Но, кстати, а что он так это Ну, брызговичок Не закрывает покрышку Естественно, вся грязь будет лететь Он такой, достаточно Достаточно узкий брызговичок А здесь он вообще, он стерся Ну, не на половину, на процентов на 20 он источился Очевидно, что эта покрышка сюда не подходит Что это за покрышка, я Не знаю Да и хрен с ним, ладно Значит, педальки Без храпового механизма То есть Достаточно жестко Защелкиваются То есть вот так вот, просто Подходя к магазину Вот так вот вы ногой Не защелкнете Ну, только если Вот так заколачивать И так же Так же они откидываются Достаточно туго И здесь Аналогичным образом Надо прям Вот так вот давить Но в целом Мне кажется, это где-то можно подкрутить Пока не знаю, да Будет Мое колесо приедет Скорее всего в январе Потому что у меня Банки будут Не 50Е А 50С А они, насколько я знаю Это Ну Второй привоз будет Не первый Ладно Про банки потом поговорим Зачем мне 50С А не 50Е Значит Это стоковые зацепы Эта штука классная Кстати Я вот думал Снимать их или не снимать Когда колесо приедет Вот, кстати Это настройки Тараса Они мне Вполне себе подходят Ну-ка Ну да Барашек Здесь барашек И смотрите Как они грамотно сделали На самом деле Даже если он ослабнет Никуда вверх-вниз Не ездит Она Только если его Вот приподнять вверх То тогда Оно позволяет Ну-ка Менять положение Вот Это самое минимальное Нога у меня сегодня Не вылезает Вот на себя Вот так Выдвигаем И это они Кстати Грамотно сделали Ну вот Кстати Это предел В целом Конечно Хватает Но я так Прям Поджимать не буду Я не люблю Когда Прям Дай И барашек Закрутили Барашек Смотрится стрёмно Я на него На 3D принтере Сделал Какие-нибудь красные Прикольные Чехольчики Пластиковые Будет вообще Модно смотрятся А так В целом Они прорезинены Резина Очень жесткая Очень жесткая Ну точнее Практически Как пластик Но в целом Если у вас Какие-то Мотоблоты Как у меня Сейчас Я думаю Что будет Не Ну все-таки Пониже Опустить Я думаю Что будет Нормально Но если Вы в каких-то Мягких Кроссовках Будете ездить То я думаю Что вам Будет Немножко Некомфортно Может быть Какую-то Подкладочку Там надо будет Полиуретановую Снизу Проложить Или поролончик Вот Значит Что у нас Сзади Сзади У нас Есть Кикстенд Из пластика Ну вот Достаточно Мощный Многие Обзорчики Ругаются На то Что Спрыгивая С бордюров Можно Зацепиться На мой взгляд Да Достаточно Далеко Он отходит И он Сделан Достаточно Мощный То есть Если вы Зацепитесь За бордюр Вы скорее всего Разложитесь И это не есть хорошо Лучше наверное Все таки Кикстенд Сломать Но не Разложиться Ну не знаю Давайте посмотрим Как на него Встает колесо Держится Уверенно Очень хорошо Держится Мне кажется Будет Даже на разных Наклонах Поверхностях Оно нормально Держаться будет Значит Затычки Затычки От амортизатора Ну Держится Хорошо Я смотрю Если я их даже Не могу снять В перчатках А Во Они Оказывается Сюда Откидываются Вот они Здесь Есть клапана В отличие от Патона И Шермана С Чтобы Стравливать Воздух Иначе У вас Амортизатор В какой-то момент При увеличении давления Может Насколько я знаю Обоссаться Ну то есть Потечь А здесь же Можно Стравить давленица Я не знаю Кстати как оно Стравливается Наверное Сюда надо Каким-то шилом Тыкнуть Если эксперты Есть в комментариях Напишите Пожалуйста Вот Закрывается И это хорошо Это выглядит эстетично Это выглядит приятно Липерким Молодцы Они В целом Учатся На своих ошибках И стараются Все исправить В отличие от Многих других Производителей Моноколес Не будем говорить О каких Моноколесах Мы говорим О ручке Это прям вообще Хорошо За них Можно браться Очень удобно Это прям вообще Сделано Монолитно Надежно Прям хорошо Это пластик Пластик Да Но достаточно Толстый Вот В отличие от Того же Кингсон ГС-22 Где ты берешься За ручку И тебе фонарем Этим ребристым Ногти Прищемляет Там все пальцы Здесь прям Легко Браться Удобно Я вот даже Закидывал машину Может мы потом Подснимем Как я закидываю Я беру здесь И здесь фактически Как ручка получается То есть даже за это Можно держаться Все надежно И монолитно Это прям Мне нравится Колесо Вообще Сбито Хорошо Хорошо Единственное Конечно Я когда у Тараса Забрал колесо Оно было Грязным И я думаю Дай помою Обычно я С-22 мою под душем Но я тут не стал Рисковать Потому что Я не знаю Насколько хорошо Загидроизолировано колесо Я его еще не разбирал К сожалению Поэтому я просто Тряпочкой Начал протирать И вот здесь Много разных элементов Блин Вот я Честно Я очень старался Все это протереть Тряпкой Но это Это тоже Достаточно тяжело Прям вот чистеньким Чистеньким Колесо будет тяжело Поддерживать Собственно говоря Я думал Что его будет Вот от тряпки Следы видите Я думал Будет легче мыть Чем С-22 А ни хера Подобного Мыть так же Неудобно Вот сюда Вот это все Тряпкой залезть Тяжело Фара Вот с ребрами Вот здесь Заколебешься Вот эти все Маленькие элементы Достаточно сложно Здесь все промыть Кстати Чего они болты Не покрасили В черный Можно же было Покрасить Красиво было бы Вот Значит Кстати покрышка Несмотря на то Что она сегодня Не влезла Она достаточно интересная Я сюда Чуть-чуть Буквально Там несколько метров Проехал Прямо по льду Я не это Не поскользнулся Ничего не упал Хотя достаточно Круто поворачивал Так Ну что еще По внешке Ручка Выскакивает она Или нет Делаем вставки Нет Поэтому придется Ее вытаскивать Вот так Проблема это Или нет Ну я не думаю Хотя мне вот нравится Когда ручки выскакивают Но здесь не выскакивает Что касается крепости Ручка Ну Средняя На том же С-22 Намного мощнее Она Но в принципе Если колесо Будет заваливаться Вытащить из завала Прямо вот силой Вы сможете его Ну если вы везете его Да И куда-то его там повело Ничего не сломается Нормальная Ручка Нормальная Годная И в принципе Хорошо что она не выстреливает Сидеть наверное можно Удобно Да Ну да Так бы в задницу выстреливало Не всем это понравится Так что у нас со стопорями Давайте посмотрим Стопари Многие говорят что хорошие На мой взгляд Стопари говно Полное Маленькие Узкие Ни хрена не видно Мало того Вот если под углом посмотреть Вот отсюда Они перекрываются Вот этой рукояткой То есть водители Как они вас видеть будут Они вас могут видеть Только вот если строго сзади Ну фонари реально тусклые Ну херня Ну что нельзя было нормально Сделать Длинные сюда Или Загибались Чтобы они за ручку Светодиоды Ну серьезно Ну есть претензии Крышка Для зарядного отсека Вылетает или нет Ну-ка Вот Собственно говоря Крышка Не вылетает Нормально Держится плотно Кстати почему-то вода здесь Что здесь водой делают Ну как бы Это ничего страшного На самом деле Здесь контакты Достаточно далеко Друг по другу стоять Даже если какие-то капли Поводут Никакого коротыша Здесь не будет Я думаю переживать На этот счет не стоит Закрывается Нормально она закрывается Нет у меня претензий К этой крышке А что колесо назад заваливается Нет или мне кажется Так значит Что насчет сидеть Удобно ли Ну-ка О да Несмотря на то Что сидухи нет Колесо высокое Я метр восемьдесят семь Сегодня кстати Специально взвесился Я тут съездил Отдохнуть Немножечко на моря И Ну поднажрал Конечно Немножечко веса Я уже не семьдесят семь Вешу Я приехал Восемьдесят три килограмма Собственно говоря С экипировкой Совсем Вот Все что на мне одето Я взвесился Восемьдесят семь килограмм Шестьдесят шесть ЛБС Подвеска Напоминаю Настройки не знаю Не проверял Разбираться Пока не хочу Будет Приедет мой экземпляр Разберусь Расскажу вам Как все работает Пока все Настроено Как вот Тарас Настроил Так оно и это Так оно и работает Фара Как она включается О Ну Ничего не видно Днем Ничего не могу сказать Врать не буду Немножечко я включал В помещение Конечно Эту фару Ну Вроде светит Ничего Ну Точно не хуже Чем С-22 Не хуже Чем на Мастере Не хуже Чем на Шермане С Ну Лучше Чем на Патоне Вот Юху Нормально Удобно сидеть Реально Можно ехать Прям баланс держать Ну плюс покрышка Еще квадратная Конечно Я уже говорил Про крышку На самом деле Не такая Она плохая Достаточно зубастая Плоская Для зимы Вариант Кстати неплохой Но она сюда Не влезает Ну ребят Ну не влезает Она сюда Ну что ты не делай Блин Ну надо другую ставить Ну не вариант Сидеть удобно Хотя сидухи и нету Вот Сидеть удобно Если еще сиденье сделать Плоское Какой-нибудь Да С мотосиликон Или вот эта вот Фигня какая-то Будет вообще просто Отлично Можно долго Долго курсировать Ну-ка Да Вообще отлично Мне нравится Мне нравится Сидеть вообще Удобно на колесе Кнопки не нажимаются Кстати Ничего Их надо достаточно Сильно прожимать Вот Чтобы свет включить Не знаю Загидрена она Или нет Насколько я знаю Первая ревизия Не загидрена У людей засыпался Сюда И песок И все И все Проходило в эти щели Заклинивало кнопки Вот Липерким Высывали Замены экранов Не знаю Как здесь Это какая ревизия Наверное тоже Первая ревизия Наверное они тоже Не загидроизолированы И нет защиты от песка Про Сертификацию IPX 268 Я даже не говорю Вот Но тем не менее Тем не менее Кнопки не нажимаются Сидеть на этой ручке Тоже можно Она в задницу не вылетает Эта кнопка не мешает Нормально Значит Педали По размеру педалей Давайте посмотрим Ну Коротковатые педали Но для нормальных людей Наверное Они будут нормальные У меня просто 47 размер ноги Как многие знают уже И мне любые педали Коротковатые По ширине Если например Садиться на карты И ехать сидя Можно ли поставить ногу Да нормально Я думаю сидя Можно будет вообще Комфортно ездить Вот так вот Держа снаружи на подушках Ноги нормально Ну потому что С подушками Вы не сможете сесть Это абсолютно Невозможно То есть Надо выходить С подушкой Вот Педали на мой взгляд Неплохие Есть жалобы на шипы Пока ничего не могу сказать Надо потестить У меня нога Никуда не гуляет Но у меня протектор Попробую продемонстрировать Достаточно хороший То есть У меня и на S22 На стоковых шипах Ничего никуда не ездит Но сейчас мы еще Попозже проедемся Да И посмотрим Насколько эти шипы Хорошо держат Значит Что еще тут есть Да в принципе Как вес ощущает Давайте Мне тут говорят Что она ничего не весит Не ощущается Ну 40 килограмм И есть 40 килограмм Никаких иллюзий Тут строить не надо Что Ой Оно ощущается Легче чем С22 Ни хера Подобно С22 весит Как 36 килограмм Это весит Как 40 И все Что еще Что еще могу сказать Очень хочется Попробовать Конечно Шарки 2.0 Вот Может кто-нибудь Даст Может Алексу Сереже Там Уговорим Дать Потестировать Потому что Шарки Первые Они мне Конечно Очень нравились Я на них Отъездил Ну Весь свой Пробег На С22 Но Они К сожалению Очень быстро Убиваются Колесо Упало Эти все Поразбивались Пластмасски Красный Превратился В какой-то Грязный Черный Ну В общем Все Отклеилось Я хочу Версию 2.0 Попробовать Говорят Она Прям Хорошо Очень Интересно Так Ну Что А теперь Давайте Наверное Прокатимся Не знаю Что еще Про колесо Рассказать Сбито Хорошо Выглядит Колесом На все Свои бабки Я думаю Да Надеюсь Что оно Едет Так же Перед тем Как проехаться Скажу О том Что Этот Экземпляр Имеет Проблемы С Бипером И У него То Работает То Не Работает Сигнал Соответственно Я Хотел Ответить На Самые Главные Два Вопроса Которые У всех Есть Потому Что Все Остальное В принципе Понятно Сколько Будет Шимную На 90 Км В Час И Второй Вопрос Как же Все Таки Работает Подвеска И На Какой Вес Какую Надо Брать 58 66 62 Или Даже 70 ЛБС Вот Ну Про Подвеску Наверное Я Какие Выводы Смогу Сделать А Вот Что Касается Скорости Колесо Сейчас Заряжено На 54 Процента Плюс Неработающий Бипер Плюс Абсолютно Неадекватно Работающий Что Даркнесс Бот Что Родное Приложение Липер Ким Который Не Показывает Адекватно Шим Плюс Я Хоть Чего То И Как Включить High Speed Мод Я Даже Не Знаю Какой Сейчас Режим Здесь Включен А Разобраться В этих Символах Хищника Абсолютно Невозможно Что У него На руке Было Да Вот Это Здесь Абсолютно Такие Символы Я Ни черта Не понимаю В этом Меню Липер Ким Сделайте Нормальное Реально Нормальное Меню Это Просто Дно Какое Это Я могу Сказать Даже Не Не Проехав Тысячи Километров Это Какая-то Полная Херня Во-первых На экране Ни черта Не видно Он Показывает О Угол Наклона Да Ладно А Че Так Мало Че 45 Че Че Ты Орешь Ты Еще Мало Кто Так Настроил Ну Ка Да Я Даже Педалями Не Черканул Да Оно Отключилось Прикиньте Это Надо Учесть Это Значит Повороты Надо Аккуратно Закладывать Оно Отрубается Уже Где-то На 30 Градусах Не Очень Хорошо Так Вот Экран Полная Херня Какая Меню Здесь Полная Херня Ну Ладно Попробуй Ну Вот Во-первых Блекло Как-то К тому же На морозе Он начинает Как же ЖК Экран Тормозить Сделали бы Олет Экран Пусть С очень Крупными Пикселями Которые Просто Как лампочки На S22 Ну Блин Там Видно В любую погоду Я думаю Это будет Плохо Видно Собственно Говоря Все Давайте Немножку Прокатимся Значит У меня Собственно Говоря Только Darkness Бот Есть Он Показывает Что Значит Напряжение 136 вольт Уже 151 Нет Остаточный Пробег 55 километров Температура 23 градуса Время поездки 2 часа Да ладно Какие 2 часа Я не езжу Вообще Скорость 0 километров Так Что Сейчас попробую Телеметрию записать Да Ну-ка Ай Хорошо Свежая Подвеска Вроде Работает Нормально Ну-ка Еще упора Позвольте мне Попрыгать Не чувствуется Им 40 килограмм Да 40 килограмм Это 40 килограмм Как ни крути Но О Можно прям Распрыгиваться Не Прыгать Кстати Достаточно легко Да Нет Про подушки Это я погорячился У меня все Уже все ноги набил Ну-ка Что-то кряхтит Там Капец Конечно Там этот Брызговик Маневренная Ну Маневренная Да Кстати Ничего не скажешь Несмотря на то Что покрыха Квадратная Достаточно Достаточно Неплохо Неплохо Оно себя ведет Так Лестница Все обледенела Но надо все Съехать с лестницы Чуть попозже До лестницы Доберемся Ну прям Вот я прям Ногами прожимаю 66 это Ну хрен знает Ребят Серьезно Это конечно Кайф Когда так Вот мягенько Да Это конечно Кайфово Когда Вот так Вот как На диванчике Едешь Ну я прям Люблю Когда По жести Поэтому Я себе Конечно 66 взял Может с кем-нибудь Потом на 70 Поменяюсь Но опять же Я еще настройки Не настраивал Мне говорят Что настройки есть Можно без Потери хода Амортизатора Сделать Настройки Что оно будет Пожестче Я бы хотел Пожестче Слишком мягко Для меня Так Ну-ка Сейчас Вытащим Из упоров Ноги Попробуем сесть Ой Вообще Просто Сказочно Ребят Так легко Садиться Нереально Главное Не поскользнулся Сидуха Прям вообще Хороший За ручку Так взялся Так Опа И наваливать Пошел А тормозить Можно за нее Ну я пока Не навопчился Не Неудобно Что-то у меня Блин Здесь корка Льда Конечно Не очень Нормально Не сидя Нормально Но долго Вы так Не просидите Конечно Булки Окриминеют Но сидеть Реально Удобно Ну-ка О Норм Так Че счет Проверить Давай посмотрим Езда На одной Ноге Да Ну хорошо Педаль Ну у меня Не выскакивает Нога Ребят Нормально Как бы Это Хорошо Шипы Держит Если бы Шипы Плохо Держали Я бы Уже Выстегнулся Нормально Так Максимальная скорость 42 Где ты Я тут Разогнался 34 Тормози Сколько 55 А че Пашим Не вижу Слушай Я прям Всем весом Назад Вожусь Не давится Батарея 58 Че-то На глазах Прямо Разряжается Слышите Ребят Сейчас попробую Прям максимально Ну у Тарасова Еще близко По духе Стоят Я че Хочу сказать Мне Мне это Не нравится Я не могу Наклониться Вперед Нормально Прям Всем весом Вожусь Назад Неплохо Держит Неплохо Насчет Маневренности Ну Ну вот Ну В принципе Да Прямо Если выкинуть Ногу Из подушки Можно Достаточно Достаточно На маленьком Пятачке Развернуться Неплохо Неплохо Так Ну 55 Я так и не преодолел Да Максималку Сейчас Еще раз Попробую И потом Поедем По улицам Покатаемся Лютый Холод Но Сегодня Ничего Ничего Кстати Достаточно Неплохая Погодка Сейчас Вот Отсюда Попробую Разгон Затем Я прям Давай 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 Мне не хватало 57 Не хватает Мне здесь Дистанции Для разгона Не хватает Тесно Ладно На этом Я думаю Здесь Пока Все Сейчас Поедем Где нить По дорогам Поездим А потом Я еще Возьму Инста 360 Оператор За мной Уже Не угонится Я все Таки Попробую Взять Максималку Да Посмотрим Ну В худшем Случа Развожусь Ну Выкуплю Это колесо Точнее То Что От него Останется Да Окей На этом Пока Все Субтитры Вот Вышел На лед Ну Тут Прям Вот Вообще Чистый Лед Вот Видите То есть Вообще Здесь Конечно Покрышечка Проскальзывает Уже Вон Ничего Тут Не сделаешь Здесь Уже Просто Скользит Здесь Без Шипов Вариантов Нет Никаких Ну Скользко Скользко Здесь Включил Камеру Камеру Включай Включил Да Видишь Да далеко До нее Снимаешь Слушай Ну Подвеска Вообще Шикарно Работает Просто Сейчас Машину Пропустим Хоп 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 Нет Ну просто Ну я хоть на прямых ногах Ну не Собственно говоря Вот так вот Человек Выглядит После того Как буквально Там Три Минутки На Скорости До 15 Км Час Проехался Все В говне Здесь Все лежит Дерьмо На спине Все в грязи Ну то есть Да Тарас был прав Забрызгивать Всю спину Это конечно Не дело Ребят Ну Надо Что-то с этим Делать Надо Это как-то Надо Фиксика Фиксить Фиксить Как-то Ну Все Вот так Вот как Есть Смотрите Это я еще Не катал Сейчас я Поеду Еще катану А что Будет Если я Разгонюсь Там До 70 До 60 Вот На таком Мокром Асфальте Что это Будет Я вообще Буду Весь Как Это Мне Вот Интересно Сейчас Посмотрим Попробуем Сможет Такой Да Вообще Легко С пробуксовочкой Но Ты Говоришь Здесь Машин Нет Здесь Какой-то Движ Прям Вообще Стоп А Лежачий Кстати Вот То Что Надо Сейчас Попробуем Прям На прямых Ладно Не буду Я Разгоняться Сильно А что У меня Кстати Воблет Маленечко Осторожно Здесь Скользко Да Ты На Слике Ты Грохнешься И все Ух ты А что Это меня Так Воблет Интересно Что Воблет С Непривычки Может А что Так Воблет Меня Непонятно Слушайте А педали Кстати Реально Намного Выше Намного Выше Чем На С-22 Ну Как Намного Ну Минимум Наверное На Сантиметр На Полтора Я Бо Конечно Антилифт Как он Сделал Ну Че Такой Это Меня Воблет Прям Как Это Как Девочка Которая Первый Раз Встала На Колесо Не Надо Конечно Это Прикатываться Че Меня Воблет Я Не Думал Что Так Будет Нити Ощущения Какие То Ли Колесо Слишком Узкое Че Вот Так Мотает Может Назад Чуть Стать Я Даже Не Знаю Не Подушки Жесткие Конечно Долго Не Поездишь Однозначно Это Я вам Точно Говорю Тормозит Хорошо Разгоняется Ну Не Могу Я Разгоняться Здесь Подушки Слишком Близко Мне Я Не Могу Прям Вес Навалиться Так Че Аллея Туда Что На Ту Сторон Переехать Не Знаю Да Поеду Туда Ух ты Здесь Скользко Хотя Вон Люди Гуляют Как Не Здесь Я Разгоняться Не Буду Здесь Лед Не Очень Хорошо Не Ребят Я Не Знаю Мне Надо Конечно От Вобла Избавиться Но С Такой Вобла Я Не Могу Сильно Разогнаться Меня Завоблит Я Развожусь Просто Тупо От Вобла Но Честно Сказать Это Это Странно Что Меня Воблят Это Не Первый День Это Очень Странно Блин Че Здесь Людей Много Дети Дайте Проехать Ага Между Между Прочем Вообще Я Повел Дорожки Еду Могли Были Разойтись Побледеневший Побледеневший Ну Лед Смотрите Я Сейчас Покажу Реально Лед На этом Апч Выйдем Ну Лежачий Да Вообще Нормально О Писки У меня В наушниках Да Че Я Так Вобли Первые Писки В наушниках И Это Странно Я Даже Не Разогнался Да Че Такое Это Писки Реально А у Писки Поставлен На 80% Шим Интересно Какая Скорость Я Не Вижу Сейчас Ну Мне Очень Интересно Так Сюда Попробуем В обратную сторону Ну Здесь Хоть Соль Насыпали Спасибо Коммунальщикам Почему Писки Блин Вот Посмотреть Но У меня Запись Идет Я Сейчас Там Собью Ладно Надо Глянуть Интересно Почему Писки 57 Вы Что Прикалываетесь Что 57 Максималка И Писки Я Не знаю Есть Вопросики Я Конечно Понимаю Что Там Может Некорректно Что Работает Настройки Какие То Да Ну По Шиму Ну Блин Вы Че Я Даже Не Навалился На Колесо Давай Поплавнее Попробуем Окей Да Опять Писки О Не Ребят Педали Конечно Очень Высоко Я Думаю Те Кто Хочет Гонять Будут Антилиф Делать Ну Мне Прям Мне Так Кажется Лежачий Прям Хорошо Так Че Ракурс Вот странно Между прочим Я Разгонялся Там На площадке Писков А У меня Наушников Не было Блин Че-то Потеет Визор Надо Какой-то Это Пинвок Клеить Да Подушки Мне Уже Намяли Все Конечно Ноги Это Прям Да Ой Ой Как Узко Здесь Ёб А Здесь Прям Снежок Еще Колесо Подзажмем Нормально Даже По Снежку Блин Здесь Прям Колея Попробую Сейчас Еще Разочек Разогнаться И хорош Наверное Не Зима Из Зима Особо Не Потестишь Конечно Нормально Запись Идет О Погнали Блин Да Там Какая-то Пробка Как Назов Образовалась А Лежачим Чего Давайте Нормально Погнали Можем А Сколько машин Едем 30 А Экс Не, наверное, просто писки не надо слушать и все. Потому что они гонят что-то. Ну что, неужели вот это вот 50 было, точнее 80? Так, я в незнакомом районе, не знаю, сейчас направо попробую повернуть, что там, есть там поворот, есть там дорога, нет, не знаю, расчищены, нет. Вот горочка как потянет, да, поворку легко тянет. Вот уже не просто писки, уже двойные писки, но почему? Я еду просто на расслабоне, мне кажется скорость на 30, наверное. Так, что вы стали, дайте проехать-то мне, стоят они. О, наконец-то дорогу дали мне. Писки, двойные пошли писки, тройные уже, я не знаю, ребят, что происходит. Ну, блин, затор какой-то. Ну что, посидим зато, посмотрим, как оно. Нормально. Мне что-то кажется, что Darkness Bot какую-то ерунду показывает. Ну, не может быть такого, чтобы я превышал уже 80% и даже 90% шин. И я уверен, что до 90% я не разгонялся. Я поставил писки по 90 км в час или по шинам. Меня этот вопрос сейчас тревожит, потому что из-за него я, ну, не могу сейчас нормально разогнаться, я не понимаю, что происходит. Понимаете, в чем дело? Без мониторинга это, конечно, ну, не то. Я должен понимать всю ситуацию. А что там такое-то? А, стрелочку ждали. Стрелку ждали. О, прямая. Так, откуда я приехал-то? Откуда-то отсюда. Или где я вообще? Блин, я просто в незнакомом районе, приходится снимать экспромтом. Вообще не понимаю, где я. А, о, бассейн. Или что это? Ну что, кстати, как вот колесо запачкалось? Вот я проехался, давайте посмотрим. Вот что у нас спереди. Вот какая ситуация у нас сзади. Осторожно. Люди ходят, еще не смотрят. Они не понимают, что у моноколесников везде приоритет на дороге. Пора бы знать это уже. Всегда надо уступать дорогу моноколесникам. Самое главное, чтобы сами моноколесники так не думали, что им все должны уступать. Иначе это будет недолгий моноколесник. Вот, кстати, по экипу еще хочу сказать. Вот у меня все. Мотозащита, да. Здесь 3DO материал, здесь. И вот у 3DOшки есть недостаток. Она просто деревенеет зимой. То есть ездить в ней можно. Но если упадешь, эффект будет как бы... О! О, я узнаю место. Кстати, смотрите, я еще ни разу не поскользнулся. Прикольно. Вот, почти поскользнулся. По лесенке. Вообще легко. Сейчас с бордюра спрыгнем. Все запотело. Маленький спрыг. Нормально. Еще не чувствуется. Сейчас доеду. Попробую посмотреть логи. Разобраться, что за херня. Реально. Лежачий. Нормально. Ну, честно говоря, вот лежачие проезжаются, ну, как на S22. То есть на скорости достаточно жесткий такой удар тоже идет. Я не могу сказать, что прям мягко как-то. Вот по лесенке съезжать. Да. И, кстати, вот при съезде по лесенке я видел у многих маятник, да, появляется вот этот. Никакого маятника я лично сейчас не заметил. Нормально съезжает все. Вперед-назад меня не колбасят. Все вообще отлично. Сейчас влоги буду смотреть. Все. На этом с вами прощаюсь. Пока.